Добрый вечер! Хочу вам всем показать новый вид картошки, крайний мерик для меня. Она называется батат. В нашем районе еще не сильно выращивают, но я попробовала и у меня получилось. Вот так она растет, вот таким кустом она растет, как лиана. Ее пора копать, когда вот от корня начинает приподниматься земля. И лист уже засыхает, и поэтому уже пора копать. И вот у меня удалось несколько росточков, кустов 5 у меня было всего. Один куст я еще не выкопала, а эти я выкопала. Хочу поделиться, какая картошечка вот выросла у меня. Эта картошка называется батат. Моя знакомая варила эту картошку, она сказала, пюре невкусное. Оно сладкое, получается как подмороженная наша картошка. Но я не пробовала сама, но когда сварю, скажу. Она на вид такая красноватая шкурочка. Внутри бело-кремовая такая. В общем, крупная, урожайная из пяти, из четырех, считайте, кустов. Вот это у меня получилось. Картошки сколько? Две, четыре, шесть. Шесть штук. Ой, тут малыш, он еще мешает. Вот он тут присел и собирает мою картошку. И свои. Шесть картошек, еще трех кустов. Но я ее еще неправильно, наверное, выращивала. Еще совсем не знаю, как ее выращивать. Ей нужно... Это первый раз я получила. Ей нужно под самый корень делать мульчу постоянно, на сухую траву или солому, или... Ну, что у вас есть. Чтобы не просыхало. Даже можно пленкой накрыть. Она сильно любит влагу. И расскажу вам, как я... Из чего ее выращивать. Она не растет так, как наша картошка. Взял клубень, вот так посадил и ее выращивает. Она выращивается совсем по-другому. Росточки. Ее обчищаешь курочку. Ну, желательно толсто. И знакомая мне сказала, что нужно эти очистки. Обычно я варю курям, отдаю. А здесь нужно бросать под дерево. Они весной прорастают. И эти росточки нужно сажать в землю. Вот я перешла в дом. И хочу показать, как я выращивала, начинала свою картошку. Вот такими росточками. Мне дали вот такие маленькие, правда, росточки. Это я оставила вам показать. Вот так они пускают корни. И вот эту часть с корнями садим поглубже в ямку. И затем сверху присыпала все время мягкой землей. То есть, если есть перегной, сыпец, у кого что есть. Видите, как она наращивает корневую систему. Очень хорошо эти росточки. Ее можно еще выращивать как цветок. Он очень красиво цветет. Это картошка. Батат. И смотрите, какая она в размерах. На улице она казалась маленькая. А здесь она, видите, аж красноватая какая-то. Огромного размера. Намного больше, чем наша картошка. Сейчас покажу нашу картошку урожай. Наша стандартная картошка. Вот такая вот. Ну, у кого больше, у кого меньше. А батат, видите, насколько он больше. Это еще его называют батат топинамбур. Это тоже считается сладкая картошка. И батат тоже разновидность сладкой картошки. Я была в магазине, в супермаркете, в большом, крупном. И там стоит эта картошка. Называется она действительно батат. И цена на нее 129 гривен. Живу я в Украине, поэтому у нас цены в гривнах. А сколько в других странах, не знаю. Вот она чистится очень легко. Мне сказали, она очень вкусная в жареном виде. Вот такая вот. Сейчас разрежем и попробую, какая она на вкус будет в сыром виде. Я даже не знаю, что это вообще картошка. Сладкая, сладкая. Сейчас попробую. Вот эту картошечку сейчас я разрежу. Посмотрим, какая она в разрезе. Одной рукой шикарно. Я могу ее резать. Тверденькая. Вот такая она вот в разрезе. Ну, чем не отличается от нашей картошки. Вот я кусочка трезлась, я помою. И попробую, какая она на вкус. А на вкус она как морковка. Обалдеть. Я не ожидала такой вкус получить. Как морковка картошка. Прикольная, да. Только цвет белый. Сладенькая, хрустящая. Даже приятная. Все, вроде бы все вам рассказала. Если кто-то знает больше об этой картошке, напишите мне в комментариях. Так как я еще не знакома с этой культурой, только знакомлюсь. Посмотрим, может мне понравится выращивать ее. Условия выращивания у нее не очень сложные. За этот сезон, пока она у меня росла, она ничем не болела. Королатский жук ее не ест. Опрыскивать не надо. Только то, что ставить под низ мульчу и выращивать зеленых росточков. Но это все можно преодолеть. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok